приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы и это наш новый повар нет я вру конечно это наша дочка таня я сегодня буду ассистировать ну а все началось с того вы видите это вообще вот это возможно выдержать все началось с того что я говорю таня давай сделаем какой-нибудь простой рецептик а таня вегетарианец простой рецептик десертик какой-нибудь вегетарианский такой фитнес чтобы наши дорогие зрители и подписчики могли разгрузиться и в то же время поесть чего-нибудь вкусненького после сытных новогодних праздников таня говорит так как два пальца легенький простенький рецептик пять минут и все готово и тут начал заполняться стол дорогие друзья я время от времени заходил и смотрел на это а он наполнялся 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 я понимаю что у меня в кадр уже все не поместится ну вот сегодня мы представим вам супер легкий фитнес фитнес как ты говоришь капкейки капкейки друзья на самом деле это будут кексы с шляпой если перевести вот так вот дословно с английского но будут у нас сегодня морковные кексы с топпингом из сливочного крема значит сейчас я вкратце ну как вкратце это описать вот таня держи держи пожалуйста это это твой рецепт я его сейчас буду описывать сейчас я вкратце попытаюсь описать что нам понадобится для приготовления самих кексов значит но в первую очередь начинка значит мы используем чё это у нас клюква сушеную клюкву и изюм мы замочили часа на три в соке с половинки апельсина но там так вкуснее будет также для начинки самих кексов можно использовать курагу ну вообще любые сухофрукты сладкие то есть вот чё туда душа не пожелает всякие там финики инжиры вот все можно порезать мелко и запустить в начинку этих кексов также используем греческие орешки и немножечко меда ну и собственно говоря а имбирь у нас будет еще имбирь это будет супер фитнес кексы но морковка морковка точно у нас будет вот такие вот морковки в кексах будет мука сахар сода разрыхлитель теста яйца и масло в общем точные ингредиенты мы разместим в описании видео но у меня пока вот голова от этого кипит если честно мне бы проще было бы палок 100 колбасы приготовить чем этот супер простой рецепт мега фитнес кексом также на кексах будет топпинг то есть топпинг это то что она называет кап шляпка в общем сверху сверху мы сделаем крем из сливочного сыра масла и кофейного ликера естественно заморочились кофейным ликером таня говорит папа у тебя бейлис есть я говорю нет кто это у меня есть там домашний виски домашний ром в конце концов домашнее пиво есть бейлиса нету и мы вышли из этого положения приготовили как кофейный ликер то есть взяли чуть-чуть рома чуть-чуть кофе экспресса чуть-чуть молочка и чуть-чуть сахара все это перемешали у нас получился кофейный ликер кстати очень удобственный я думаю что на эту тему можно снять отдельное видео итак друзья на самом деле но не все так страшно давайте приступим итак друзья в первую очередь по таниному рецепту нам надо приготовить жидкую часть для теста можем использовать миксер но так как наш миксер лариса успешно спалила новый мы так и не удосужились купить то мы используем вот такой вот миксер который есть в комбайне ну не важно в любом случае миксер вбиваем миксер яйца чуть-чуть но не сильно разогрели наш медик до высыпаем сахарочек весь в общем яйца с сахарочком надо немножко взбить миксера после этого добавляем растительное масло чик туда его все добавляем да и вливаем чуть-чуть подогретый мед мед не надо сильно греть буквально там 10 секунд микроволнов очки и все это сбиваем еще где-то минутку полторы теперь друзья потрем немножко имбиря мы почистили имбирь и потрем его на мелкую терочку нам понадобится примерно чайная ложечка тертого имбиря вот получили мы такую скромную ложечку тертого имбиря и начнем готовить тесто в общем-то высыпаем естественно имбирь высыпаем нашу муку высыпаем нужное количество разрыхлить разрыхлителя и соды и друзья мы готовим 12 кексиков 12 маффинов или 12 кейков ну в общем капкейков как угодно можно называть но я человек наверное там какого-то уже среднего поколения для меня все это кексики ну вот в данном случае у нас фитнес кексики хорошенько перемешиваем добавим в нашу муку теперь все что мы изначально взбили то есть там масло яйца мед все что у нас взбилось ну такая густая штучка получилась я вот почему не люблю всякую выпечку потому что конечно меня это количество ингредиентов всегда сводит с ума значительно проще на мой взгляд сделать но ты все так думают конечно то не то не вообще торты делает такие красивые может я и уговорю чтобы мы показали какой-нибудь красивый торт ну пока ладно друзья не будем забегать вперед а займемся нашими кейками все это дело хорошенько перемешиваем но и тут ключевое слово хорошенько чтобы у нас не было комочка частая перемешает и я покажу какой консистенции нам нужно достигнуть ну и покатание масло и тесто я решил заняться орешками получится я обещал ей ассистировать возьмем орешки и стал чем их ступочки у нас такая боевая ступочка надо купить уже новую такие чтобы они были не очень крупные достаточно кстати если у вас все таки есть ручной миксер то тесто вот это вот то что делает сейчас таня можно перемешивать ручным миксером потому что у нас либо тестомец либо сгоревший миксер либо вот этот вот кухонный комбайн а миксера то обычного и нету ларис надо кстати восполнять это безобразие перемололи орешки и замесили всю вот эту вот штуковину чтобы в ней не было комочков и теперь самый главный ингредиент вот почему мы всегда сами себя обманываем и добавим какую-то фигню в ну выпечку в то что априори не является диетическим и говорим что это у нас фитнес блюдо в общем морковка морковку натрем на мелкую морковную терку у меня когда я был маленький была соседка я что-то пришел голодный со школой она меня пригласила к себе типа хочет дать кушать я говорю ой да очень хочу сапогригорина она говорит у меня котлетки есть и она меня угостила этими котлетками извините что болтаю пока то не трет морковку такие вкусные котлетки ну бабушка была пенсионерка одинокая и потом говорит данечка этой морковочки котлетки я и офигел если честно но у нас семьи никогда из морковки котлетки не делали он кстати тогда еще 30 лет назад моя соседка готовила фитнес котлетки но мы готовим фитнес кексики смотрим короче всю морковку потерли всю морковочку друзья и теперь все наши подготовленные ингредиенты отправляем в тесто таня еще не привыкла лариса уже привыкла левой рукой что-то делать под камеру они не привыкла и немножко не с руки поэтому не подумайте что она там не получается получается прет она нормально но просто не привыкла это делать на камеру и так всю эту штуковину закидываем изюмчик отжать надо да то есть мы изюм замачивали в апельсиновом соке отожмем его можно разными методами отжимать можно там на ситечко отбросить то не особо не заморачивается как видим и все это наши фитнес месиво хорошенько замешиваем но я понимаю реально что получится вкусно но но в принципе никаких но на самом деле мы делаем фитнес кексики или капкейки хорошо перемешиваем чтобы все качественно вмешалось и кстати мы забыли орешки добавить давай давай добавим орешки где-то две трети орешков добавляем в тесто одну треть оставляем кнута не сказала что нам надо будет что-то украшать я пока не знаю я аж эти кексики не готовил сегодня руководит всем татьяна даниловна и опять-таки тщательно дохватит оставим на украшение и опять-таки тщательно ну должно же красиво быть для того чтобы было красиво должно быть много правильно дорогие друзья все очень хорошенько перемешиваем разогреваем духовку до 190 градусов и сейчас будем готовить формы для запекания наших маффинов маффины ну по придумывали такое кекс и кекс кейки не маффины это не маффины все понял каюсь такая вот у нас силиконовая формочка для запекания кексика смажем ее растительным маслом девочка пожалуйста давай смазывать маслом ну хватит ржать это твой рецепт смазываем все формочки хорошенько растительным маслом формочка смазана и теперь заполним ее нашим тестом заполняем не полностью а где-то на две трети вот это все вот так вот дали там хватит ок за и также заполняем все остальные формочки и так друзья разогрели духовку до 190 градусов и отправляем наши кексы на выпекание девочка отправляй не удивляйтесь что дочку называют девочка это у нее такая подпольная партийная кличка но вот так повелось что мы в семье называемые девочка вообще конечно она таня выпекаем в районе 35 40 минут при температуре 190 градусов я сейчас включая секундомер там не будет проверять кексики зубочисткой и как только они будут готовы мы выключим секундомер и скажем точно сколько у нас заняло запекание и кексики запекаются друзья приступим к приготовлению вот этого вот капа ну то из топинга отправляем миксер ну если мы в таком вот миксере сбиваем стрёмном то отправляем миксер наше масло если у нас есть абы и обычный миксер то просто просто в мысочку вот масло должно быть комнатной температуры обязательно то есть оно не должно быть застывшие такое жесткое туда же отправляем сахарную пудру такой будет крем наверно классный и друзья теперь начинаем взбивать все это дело взбиваем где-то 6 7 минут то есть оно должно взбиться до совершенно однородной кремообразной массы взбивалась масло с сахарной пудрой пять минут и получилось вот такая вот видите она вообще как именно как крем такое очень-очень вязкая теперь добавим туда сливочный сыр но можно использовать любой сливочный сыр по аналогу сыра филадельфия мы естественно используем нашу домашнюю филадельфию прям в чашу для миксера выгружаем все туда же отправляем две чайные ложечки кофейного ликер я оговорился две столовые ложки ликера в нашем случае это будет не ликер а вот та вот штука которую мы приготовили из рома и взбиваем это дело еще пока взбивался наш крем как раз уже и готовой кексики то есть выпекались они у нас 22 минуты не 35 как я говорил а 22 проверяем их но во первых как видите вот они стали такие румяненькие и проверяем их зубочисточкой протыкаем зубочистка должна выниматься сухая то есть без остатка влаги оставляем наши кексики чтобы они остыли ну до полного остывания сейчас покажем какой у нас получился крем взбивался наш крем еще две минутки хочу попробовать его конечно думаю что он очень вкусный но от фитнеса здесь мало ну блин какое волшебство друзья я бы его захалывал бы так если честно без кексиков всяких реально очень вкусный крем из сливочного сыра и так сейчас ждем пока наши кексики полностью остынут и будем их украшать наши маффины остыли и мы приготовили кулинарный мешочек обрезали его там где-то где-то на мизинчик и теперь наполним его подготовленным кремом таня так делает одевает на стакан и заполняет его кремом сейчас будет самое интересное дорогие друзья вот я никогда этого не умел делать делать всякие красивые штуки из крема ну наверно сказывается отсутствие кулинарного образования а еще для меня знаете как высокая кухня когда на огромной тарелке лежит какая-нибудь маленькая маленькая еда и вот так вот соусом рисуют такие полоски туда-сюда вот тоже сколько я раз пытался это сделать у меня не получается и так подготовили вот таким вот образом соус ой не соус извиняюсь кто про что я про соус подготовили крем и начинаем украшать наши капкейки антония говорит что крем со времени но как бы не со временем что он застывает и через некоторое время он застынет и будет на этом кейке такой достаточно тверденький ух ты ж бомбец ну поехали дальше оказывается все так просто видите для дядьки это высшая математика для девочки тоже бывают огорчения у меня точно все бы посваливалась бы уже чик чик видать он очень тугой давайте украсим украсим еще один ту года он задавливается в общем друзья вот так вот по спиральки аккуратненько украшаем наши капкейки морковные карот капкейк и таким образом действуем со всеми остальными красота то какая вот таким образом украсили кремчиком и теперь сверху притрусим нашими толщеными орешками вообще для такой уж красоты можно кстати я думаю использовать давай побольше орешков побольше должно быть красиво чтобы было надо много орешков можно кстати тертый шоколад для этого использовать и ну че еще можно использовать ну да кокосовую стружку кстати да то есть украшать украшать можно короче чем хочешь ну и в общем то друзья сейчас будем пробовать ну что друзья в первую очередь хочу разрезать вот специально оставили один без крема и посмотреть что тут внутри потому что на самом деле естественно эти кексики можно употреблять и без крема сейчас покажу сделаем фокус посмотрите какой он красивый морковка там видно ну вот явно видно что он такой очень-очень фруктово-морковный ну и собственно говоря настало время попробовать что дорогие друзья попробуем наши кексики и как ты говоришь они называются кейки капкейки держи как капкейк соус божественный вообще просто потрясно что ты скажешь вкусненько и кстати вот этот вот ликер который Таня приготовила ну на самом деле он очень классно здесь чувствуется и ну реально похоже такое пищение что с Бейлисом ну крем вообще вкусный вкусный не звоните мне пока я пробую маффины или капкейки капкейки ладно не умничай кексики теперь хочу рассказать о вкусе самого кексика но он очень-очень нежный такой воздушный воздушный получился но морковного вкуса не чувствуется может какой-то легкий легкий овощной оттеночек очень-очень хорошо чувствуется изюм причем изюм действительно вот классно что его вымочили вымочили в апельсиновом соке он такой сочный и необычный вообще зачетная штука я думаю что у нас все получилось друзья остальные мыска мы уже без камеры спасибо вам большое за внимание надеюсь что видео было для вас полезным если было полезным то ставьте пальцы вверх если было не полезным но тогда ставьте пальцы вверх вниз вверх вниз первых все время ставьте короче ну надеюсь что было все-таки полезным друзья не забывайте подписываться на наш канал чтобы не пропустить новые интересные рецепты а мы соответственно будем их снимать для вас всего доброго, друзья, пока!